Наждачка работает именно так. То есть у нас есть два колера. Охрой красной мы создаем светлые места. И создаем мягкие переходы. С карточной наждачкой мы создаем изображение. А вот тонкости уже проработки, они, конечно, зависят от работы мягкой, работы колерами, мягкой кисточкой. У нас, как видите, получается живое изображение. Следим за формой. Что-то уходит в тень, что-то выходит из тени. И мы за этим движемся. Нет великих тайн, нет ничего. Просто вот такая работа. Тонкая-тонкая проработка. С чего бы я начал в первую очередь? Начал бы с притемнения волос. Вот эту крайнюю часть еще немножко. То есть я не знаю, насколько у вас в реальности выглядит. Но вот если мы вот чуть-чуть его сделаем, еще край темнее, у нас объем сам по себе проявится. Потом смотрите, что мы можем сделать. Мы можем немножко улучшить форму вот этих локонов. То есть каким это образом делать? Смотрите, где-то он выходит на свет, где-то уходит в тень. Вот он вышел на свет. Вот мы его чуть-чуть притемнили. Вот этот локон вышел отсюда на свет, здесь чуть-чуть притемнился. Вот снова здесь вышел на свет, чуть-чуть ушел в тень. Снова вышел на свет. Снова пошел и попал в тень. Вот эти вот завитки волос сюда уходят в тень. Вот этот длинный выступает вперед. Он как бы перекрывает их, создает свою дополнительную тень. Вот таким образом. Видите, вот сейчас я, внимательно относясь к теням, я вижу, где свет. Значит, сбоку немножко должно произойти легкое притемнение. Что-то вышло на свет, что-то ушло. Вот здесь бороду можно чуть-чуть, совсем немножко ее сюда. Вот это место тоже чуть-чуть высветлить. Все-таки там борода. Хоть она почти исчезает, но она там в тени. Все равно надо вот красноватеньким. Если мы делаем красноватую бороду, одна история. Значит, мы должны немножко красноватым в этой тени чуть-чуть доработать. Если мы делаем бороду, там больше такая будет темным колером пройдем. Чуть-чуть она будет позеленоватей. То есть вот такая вот, как на картинах Бернардино Луини и так далее. Но на самом деле можем посмотреть. Вот такие волосы. Нас, например, идеально бы устроили. Что мы видим? Видите, темный колерочек. Вот он. С ним прошлись по теням. А потом легко-легко-слегка охрой красной можно акварельную акварельку взять и прям мягко-мягко волосы пролессировать охрой красной акварельной. И видите, будут тени такие зеленоватые сначала. Вот мы должны такой слегка оливковатые. А потом сверху немножко охрой красной. И у нас получатся волосы такие, как нам нужны. То есть вот это вот идеальный вариант для тех волос, которые у нас должны получиться. Смотрите, брови. Неплохо, что вы их слегка размыли. Граница пока что, конечно, все равно видна. Но смотрите, самое главное. Смотрите, вот бровь идет вот примерно вот здесь. Вот у нас идет надбровная дуга. Эта бровь идет сверху, и она осветляется. А вот здесь она поворачивает вниз и немножко притемняется. Мы вот это вот место должны с вами чуть-чуть сделать. Слегка вот это место чуть-чуть вот здесь притемним. Видите, вот здесь и вот в этом месте. Там можно даже такие вот волосики такие. Взять темный колерочек, тончайшую кисточку, и слегка-слегка вот эти вот ударочками, эти колерочки, чуть-чуть волосиков наметить. Тень есть, теперь волосики можно будет спокойно сделать. Смотрите, вот этот переход очень-очень-очень-очень грубый. То есть, что мы должны сделать? Мы должны взять светлый колер и аккуратно начинать с ним работать. Потихоньку. Сейчас мы немножко века сформируем. Вот здесь вот самая светлая часть у века, самая вершинка. Потом она уходит в тень. И вот эта тень, выходя на вот эту уже грань, или на эту плоскость, которая соединяет надбровную дугу с веком, вот эта вот плоскость, которая туда в глубину уходит. Мы сейчас ее внимательно-внимательно начинаем. Тонкой кисточкой я вот эти переходики начинаю прорабатывать. Переход от света к тени. То есть, тень может быть разная, но всегда она мягко выходит на свет. И мы эту форму должны с вами увидеть. Кстати, вот видите, вот это легкое притемнение. То есть, мы должны взять немножко, и вот здесь вот слегка-слегка вот это вот закругление оформить. У нас вот так глаз сформируется. Вот таким, видите, вот так вот легким закруглением. Здесь у нас формируется височек. Вот так вот мы чуть-чуть притушим. Слишком светлые места я чуть-чуть проработаю. Здесь немножко тень для бровей усилю. А вот эту часть оставлю светлой. Здесь у нас глаз притемнен. Аккуратно, хорошо. Потом возьмем мягко-мягко к акварелькой охрой красной. Чуть-чуть возьмем и чуть-чуть покрасним. Совсем немножко возьмем. И уже акварельные варианты. То есть, вот это место чуть-чуть слегка покраснее сделаем. Вот это слезное место, вот это вот слегка-слегка пройдемся красным. Вот здесь краешек немножко, немножко, немножко всю эту тень охрой красной. Мягко-мягко-мягко пройдемся. Вот здесь вот у нас под глазиком формируется такое красноватое место. Вот так вот, таким образом, да? И давайте сейчас посмотрим, что у нас получается. Вот этот уже глаз начинает как бы оживать. А потом мы в него чуть-чуть капельку, чуть-чуть ультрамарина, капельку-капельку ведем. И у нас этот глазик оживет. Вот таким способом мы с ним и поработаем. Вот эта вот тонкость проработки, она сейчас максимально-максимально важна. Да, кстати, посмотрите обязательно нос. Смотрите, что у вас получилось. У вас получилась центральная часть, очень низко опустилась. Здесь носик, видите, вот краешек, он такой слегка закругленный. И вот этот соединительный хрящ, он идет по прямой от нас. У вас получилось, что он начал двигаться вниз. В любом случае, даже если он движется вниз, мы его должны совсем-совсем чуть-чуть, совсем легко, слегка притушить. То есть он, вот здесь вот тень возникает. Там легкое высветление, естественно, возникает совсем чуть-чуть, потому что свет отражается. Но вот это вот место мы должны с вами приглушить. Свет идет от сверху, здесь у нас возникает тень. И потом можно будет заняться формированием тени. Тень также формируется темный колер, охра красная, темный колер, охра красная. То есть вот этот момент у нас практически не меняется на протяжении всей-все-все работы. Вот эти тени в ноздре, видите, вот сюда вот даже надо показывать поворотики. И это тоже должна быть красноватая тень, ни в коем случае не черная. Все у нас должно идти через охру красную. Всегда вот пройдемся немножко, чуть-чуть подкрасним, да. Вот у нас форма переносицу, чуть-чуть подкрасним. А потом самые светлые места снова берем в светлый колер. И мягко-мягко вот эти места, чуть-чуть уже по охре красный, слегка-слегка усиливаем. Слегка-слегка формируем. То есть вот такая задача. Вот у нас начинает рождаться объемный персонаж на нашей картине. То есть вот этот объем и постепенно, постепенно создаем. Надо внимательно смотреть, какой цвет получился на картине, с которой вы рисуете. И стараться. Красноватый, значит охра красная. Желтоватый, значит первый светлый колер. Какие-то зеленые оттеночки мы потом можем слегка-слегка изумрудкой. Изумрудной акварелькой прозрачно, почти невидимо. Немножко пройдем вокруг рта, немножко тень носа усилим. Вот эта вот тень надо ее чуть-чуть, будет усилить слегка. И главное, чтобы не было таких отдельных пятен. Всегда переходы между тенями должны быть мягчайшие, нежнейшие, красивейшие. И тогда все у нас сложится. Вот такая ситуация.